Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Хочется вспомнить слова Высоцкого. Не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь, я не уехал. Губернатор Александр Ус сегодня появился на экономическом форуме. Так была ли встреча с президентом и каков итог? Глобальная реконструкция КРАЗа полностью снесут 15 корпусов из 23, что построят взамен и как это повлияет на экологию. Какая грязь. С окон смотреть просто неприятно. Снег растаял, кругом мусор. Как привести территорию в порядок в рубрике «Из нашего окна». Канатная дорога на новую смотровую площадку на Николаевской сопке. Сколько будет стоить подъемник и когда его откроют? Сегодня губернатор Красноярского края на экономическом форуме прокомментировал появившуюся накануне информацию о встрече с президентом и слухи о возможной отставке. Последние две недели телеграм-каналы намекали на уход с поста губернатора Уса после встречи с президентом. Одни писали об отставке из-за низких рейтингов, другие о повышении и переводе его на новую должность. Другие просто об уходе. Интригу перед встречей подогревали силовики. Они арестовали сразу несколько приближенных губернатора людей, его советника Василия Моргуна, бизнесмена Константина Егорова и экс-главу Балахтинского района Николая Юртаева. По неофициальным данным, встреча Уса с президентом должна была состояться вчера с полвосьмого вечера по красноярскому времени. Затем ее перенесли. В итоге, опять же, по неофициальной информации, глава края встретился с Владимиром Путиным только в 22.30. Детали беседы пока неизвестны. Похоже, встреча носила неофициальный характер. Ее не подтверждает пресс-служба губернатора. И на официальном сайте Кремля также нет никакой информации. Сам Александр Ус не подтвердил, но и не опроверг встречу с президентом. И вот что сегодня рассказал губернатор. Александр Викторович, ну вот столько слухов ходило по поводу вашей поездки в Москву. Может, вы сами с первых уст расскажете уже о результатах этого визита? А именно. В Москву я езжу регулярно. Вот, накануне. А встреча все-таки с президентом состоялась? Знаете, вот что касается слухов. Для того, я слухи вообще говоря не комментирую, а встречи президента с губернаторами и иными должностными лицами освещаются на его официальном портале и по телевидению. Поэтому смотрите официальную информацию и смотрите телевидение. Что касается моего куда-то перемещения, я даже тоже затрудняюсь сказать, кто это придумал и зачем. Коль скоро я родился в Красноярском крае, вся моя жизнь связана с Красноярском крае. Как бы пафосно это ни звучало, я намерен служить Красноярскому краю. Когда я работал председателем законодательного собрания, большой период, я помню, мне практически ежегодно куда-то отправляли. Теперь отправляют вновь. Поэтому хочется вспомнить слова Высоцкого. Не волнуйтесь, я не уехал и не надейтесь, я не уехал. Экс-министру лесного хозяйства края Дмитрию Масладудову снова продлили арест, теперь до середины июня. Напомню, Масладудова задержали в сентябре прошлого года по делу о взятках. В соцсетях пишут, под эту историю семейного подряда отлично подходит название фильма «Лесная братва». По версии следствия, с марта 2018 года Масладудов помогал лесозаготовительной компании «Краслесторг». Номинальными учредителями фирмы были знакомы его родного брата Юрия Масладудова, а руководил ей фактически сам брат. Бывший министр давал указания работникам лесничеств Енисейского района находить и оформлять участки под санитарные рубки. Затем эти участки передавали «Краслесторгу». Следователи считают, что за два года Юрий Масладудов получил более 7 миллионов рублей, четыре из которых отдал брату министру. Позже на Дмитрия Масладудова завели еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, в 2018 году к чиновнику обратился бизнесмен-лесозаготовитель, чтобы арендовать участок в Богучанском районе. Масладудов попросил бизнесмена передать все тому же брату, посреднику, миллион рублей. Предприниматель выплатил сумму, однако участок так и не получил. Дефицита сахара в крае нет. Об этом заявил заместитель министра краевого сельского хозяйства Александр Походин. По его словам, сахарный ажиотаж в конце марта искусственно создали предприниматели и заводы-производители. Якобы они специально удерживали сахар, так как знали, что скоро, а именно 1 апреля, закончится соглашение о фиксированных ценах на масло и сахар. И они смогут отпускать свой товар по выгодной им рыночной стоимости. Маркетологи торговых сетей подогрели ажиотаж ограничениями. Однако затем Минсельхоз объявил о продлении соглашения по сахару на два месяца, по маслу до октября. Поэтому и искусственный дефицит исчез, говорит Александр Походин. Уверяю вас, сахара в Российской Федерации достаточно. Наши заводы работают на полную мощь. Запасы сахара, которые на территории Красноярского края, они огромны. Поэтому думаю, что нам всем надо успокоиться. Вот такая ситуация, когда искусственно создается ажиотаж, никому от этого пользы нет. Но о том, что производители уже несколько месяцев работают себе в убыток, в министерстве не говорят. И понятно, что бизнес ждал, когда можно будет продавать по рыночной цене. Предпринимателям обещали субсидии, но до сих пор их нет. Минсельхоз только сейчас подготовил проект. Согласно документу, с 1 апреля по 30 сентября этого года производителям подсолнечного масла планируют направить субсидии из расчета 10 рублей на 1 литр при условии, что оптовая цена не превысит 95 рублей. Производители белого сахара получат субсидии из расчета 5 рублей на 1 килограмм при условии сохранения оптовой цены не выше 36 рублей. Красноярскую Наталью Мамедярову вызвали в суд за похороны красноярской экологии. Это такая акция. Заседание пройдет 20 апреля в Центральном районном суде. Активистка написала в Инстаграм, что не боится процесса. Напомню, 3 марта она вместе с гробом на колесиках пришла к администрации края, чтобы привлечь внимание к проблеме черного неба и потребовать ускорения газификации края. Во время акции к Наталье подошли сотрудники полиции и заявили, что публичные мероприятия во время пандемии запрещены. Позже в отношении нее составили протокол по статье невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Кодекса об административных правонарушениях. Максимальное наказание за это нарушение – штраф в 30 тысяч рублей. Еще одна новость, связанная с экологией, внушающая надежду. Сегодня генеральный директор «Русала» на экономическом форуме сделал громкое заявление о глобальной перестройке КРАЗа. Большую часть корпусов, построенных в советское время, снесут. Руководство предприятия говорит, что новые корпуса будут построены по технологии РАП-550. Эту технологию применяют на Сайногорском алюминиевом заводе, сейчас масштабируют. В компании подчеркивают, объемы производства это не увеличит. Все только ради улучшения экологической ситуации. Генеральный директор уверяет, замена 50% электролизеров на современные позволит сократить выбросы фторидов и смолистых веществ в 10 раз, а потребление электроэнергии на 20%. И реконструкция ждет не только КРАЗ. «Русал» обещает перестроить еще три сибирских завода в Братске, Иркутске и Новокузнецке. «Эта модернизация, про которую я сейчас говорю, она не будет влиять на увеличение объемов производства. То есть она решает чисто экологические задачи. Она не решает объемы. У нас только на увеличение идет. Это Тайшетский алюминиевый завод, который мы продолжаем строить и будем продолжать строить. И рассматриваем продолжение строительства Багучанского алюминиевого завода». Евгений Никитин также подтвердил планы переноса центрального офиса «Русала» из Москвы в Красноярск. Компания уже перевезла часть сотрудников, а к концу года уже 30% сотрудников будут работать в Красноярске. Сейчас «Русал» планирует строительство основного центрального офиса. На ТВК продолжается проект «Из нашего окна». В нем мы показываем, как выглядят дворы, парки, дороги под окнами красноярцев. В начале недели мы рассказывали о том, что видим мы из офиса нашей телекомпании. Уже много лет там находится огромный пустырь. Местные жители требуют разбить на месте снесенного рынка сквер, парк. Однако пока эта площадь и территорию вокруг нее больше похожа на мусорку. Новости ТВК накануне обратились в администрацию советского района и службу 205 с просьбой ликвидировать стихийную свалку. Сегодня рано утром в сквер пришли сотрудники с АТП. Они убрали часть мусора с окраин сквера, а также из небольшого оврага. Если вы заметили горы мусора у себя во дворе, а управляющая компания отказывается от уборки без пояснения причин, то в мэрии советуют связаться с отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации своего района. Их номера вы сейчас видите на экране. Мы также рассказывали о сквозной дороге напротив домов 12, 14 и 16 на улице Водопьянова. С приходом весны заплатки размыло и старые ямы снова оголились. Чтобы прояснить ситуацию со сквером и дорогой, мы обратились в управление дорог и благоустройства. Там нам пояснили, что участок находится в планах на ямочный ремонт в этом сезоне. До наступления тепла специалисты приедут для его обследования. В ведомстве также отметили, что прямо сейчас формируют список дорог для ремонта. Красноярцы могут оставить свою жалобу также по телефону 205 или же на сайте Центральной диспетчерской службы. Мусор часто не убирают не только под нашим офисом, но и по всему городу. В соцсетях мы продолжаем получать десятки фото и видео с видами из окон красноярцев. На большинстве кадров горы мусора, которые появились, как только растаял снег. Особенно это заметно на газонах, на придомовых территориях, под балконами жилых домов и во дворах. Мой коллега Дмитрий Ишхузин расскажет подробности. Он сейчас в студии. Дима, что делать со всем этим мусором? Оля, для начала не бросать его зимой в надежде на то, что весной этого никто не заметит. Вообще есть вполне определенный список действий, но обо всем по порядку. У нас на канале продолжается проект из нашего окна. И зрители каждый день присылают нам фото и видео с раскинутым около дома бытовым мусором. Сейчас на кадрах улица Терешковая, 4А. Однако, как написала наша телезрительница, такая картина в целом почти около всех домов в районе. Это находится на Терешковой, 4А. Красота. Ужасная. Ах, глаз радует, да? Весна. Ужасная. Люди свиньи. Еще одна проблема, о которой говорят красноярцы, это то, что брошенная бутылка или пару пакетов молниеносно превращаются в стихийную свалку. Как раз такую на видео сняла жительница дома номер 4 на улице Сергея Лозо. Напротив дома там стоят гаражи, которые, судя по кадрам, используют как мусорку. Весь мусор, все сыпят сюда. Посмотрите, что здесь творится за гаражами. Какая грязь. С окон смотреть просто, но неприятно. И это все-все-все сюда носится. Как бы администрация все-таки приняла какие-то меры. Мусор при этом есть у самого дома на Лозо. Там им усыпана вся придомовая территория. Оба случая, уверены эксперты, это пример, когда управляющая компания просто затягивает с выполнением своих обязательств. Председатель координационного совета народной контроля ЖКХ Роман Казаков в первую очередь советует не бросать мусор из окна. Но если вы к таким не относитесь, а управляющая компания не принимает меры по вашим претензиям, то стоит обращаться в стройнадзор, причем письменно. Нужно понимать, что и в первом, и во втором случае, конечно, это не сильно нудная реакция. По закону и муниципальной жилищной контроли, и службы строительного обзора жилищного контроля Красноярского края, они должны в течение 30 дней провести проверку, принять меры, то есть оценить, есть ли нарушение, если оно есть, принять реагирование и ответить заявителю по факту поступившего от него обращения. Однако хлам за зиму скопился не только у домов, он у парков, школ и детских садов. Вот, например, жители дома на улице Матезалки рассказали, что мусор у них появился после строительных работ. Садик запустили, а убирать за собой не хотят. Разобранный тротуар. Здесь была вообще парковка, там, кстати, кусок асфальта по центру прям остался, землей присыпанный. И все вот, все мусор, кирпич, всякие камни, все, что понарыли. Все так и лежит. Такими местами, конечно, занимается администрация. Там говорят, что сообщать о сборище мусора и захламлении территории можно по телефону 005 и в районной административной комиссии. Их телефоны вы видите сейчас на экране, а также вы можете найти их на нашем сайте. В департаменте горхозяйства новостям ТВК рассказали, что раньше наводить чистоту после зимы помогали волонтеры и просто добровольцы. Однако в прошлом году и, скорее всего, в этом году из-за пандемии людей звать они не будут, несмотря на большой объем работы. То, что было скрыто под слоями снега, все начинает обнажаться. И, конечно же, когда уже все это достаточно оттает для того, чтобы можно было применять методы ручной уборки, механизированной уборки, все муниципальные предприятия усиливаются, то есть все муниципальные территории, которые принадлежат городу Красноярску, они начинают убирать в усиленном режиме просто потому, что объем работы там у них достаточно большой. В конце хочется отметить, что в прошлом году в Красноярске ликвидировали почти 400 стихийных свалок, а годом ранее около двух сотен. На все это тратится десятки миллионов рублей, которые могли бы пойти, например, на что-нибудь более полезное. У меня на этом все. Оля. Спасибо. Это был Дмитрий Шхузин с рубрикой «Из нашего окна». Сегодня речь шла про мусор и о том, как его убрать быстро. И мы продолжим. Турция ужесточает меры борьбы с коронавирусом. По данным Интерфакса, среди прочего в стране запрещают поездки между городами, за исключением неотложных ситуаций. Частичный локдаун продлится две недели. Он связан с ростом количества заболевших ковидом. За сутки инфекции там заразились почти 60 тысяч человек. Для сравнения, в нашей стране около 8 тысяч. Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля. От этого решения пострадали более миллиона туристов, которые уже забронировали туры. Многие считают, что это решение продиктовано политикой, а не заботой о здоровье. Ведь ранее президент Турции Эрдоган в очередной раз отказался признать Крым российским и снабжает вооружением Украину. И вот такие посты это только подтверждают. Сенатор Константин Косачев в фейсбуке призывает россиян сплотиться и поддержать решения российских властей. Вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающие к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к теплому морю. Или опять начнется нытье, типа, вы там сами разбираетесь, а у меня планы рухнули. И окажется, что насчет гражданственности я всего лишь размечтался. Однако в соцсетях сотни комментариев в духе почему-то о гражданской солидарности вспоминают, когда надо что-то запретить или закрыть. Туризм вне политики. Конец цитаты. Из-за Красноярского экономического форума на свою работу не могут попасть сотрудники СФУ с ограниченными возможностями. Автомобильную стоянку для маломобильных людей отдали организаторам форума и заехать туда можно только по пропускам. До ближайших парковочных мест для инвалидов далеко. О доступной среде для ВИП-участников форума и людей с ограниченными возможностями расскажет Виталий Поляков. Пришел только с больничного. Не мог наступить на ногу. И сейчас такая история. Александр Степанович инвалид второй группы. Он пострадал в аварии. Часть ноги ампутировали. Теперь вместо нее протез. Ходить тяжело и колено болит. Сегодня утром Александр Степанович приехал на работу в корпус пирамида Сибирского федерального университета. Но на парковочные места для инвалидов его не пустили. Сказали организаторы Красноярского экономического форума. Выкупили стоянку и проехать туда нельзя. А ближайшая в 200 метрах. После такой нагрузки к вечеру нога будет сильно болеть. Инвалид стал возмущаться. Вместе с полицейским по-человечески просил открыть шлагбаум. Но все без толку. Форум и точка. С целью с какой проводим? Чтобы людям, наверное, все-таки было легче и удобнее жить. Как минимум, да? А тут получается вообще абсурд. Я прихожу и не могу попасть на работу. На стороне Александра Степановича закон, здравый смысл, а против черствость организаторов. В итоге полицейские подкараулили на соседней стоянке свободное место и пригласили инвалида туда. А закрытая для простых смертных, но доступная для участников форума парковка целый день полупустая. Сотрудница, которая здесь заведует шлагбаумом, говорит, что пускать инвалида не велела начальства. Такого инвалида-то почему не пропустили? Потому что организация заплатила мне пропускать. Кто конкретно? Я не буду давать никаких комментариев. Задавайте вопросы. У меня есть организаторы. Пожалуйста. А кто, кто, кто? Я спрашиваю уже. Александр Степанович говорит, что для него специальное парковочное место – дело принципа. Не зря же доступная среда для инвалидов – это один из приоритетов государства. Вот и инспекторы ДПС, которых у места проведения форума с десяток, с ним согласны. Как думаете, инвалиды-то вправе парковаться на инвалидных своих местах? Конечно. В полном праве. Как здесь инвалидные места есть, так же и на соседней парковке имеются инвалидные места. Правда, поближе к зданию многофункционального центра СФУ, где проводят форум, места для инвалидов тоже недоступны. Их заняли машины участников и гостей КФА. Что вы мне показываете? Откройте дверь просто и все. А это отменяет действие знака, что ли? Это действие знака отменяет? Ну что вот-то? Правда, проблемы у Александра Кушнары не было бы, если бы СФУ позаботился о своем сотруднике и не отдал форуму всю парковку для инвалидов. Впрочем, университет никакой проблемы в этом не видит. Парковка перед пирамидой разделена на две части. С одной стороны заезжают гости КФ, с другой – сотрудники СФУ. Инженер действительно попробовал проехать привычным маршрутом, но был перенаправлен службой безопасности на парковку для сотрудников. Он благополучно заехал и поставил машину. Я, значит, вот так вот собор отодвинули временно. Я между этими машинами, там стоят, вот так вот, втиснулся, нашли место там чуть не к тому краю. Александр Степанович надеется, что хотя бы в остальные дни форума ему позволят парковаться на привычном месте. Для него это самый удобный вариант. В пирамиде не так много сотрудников и студентов-инвалидов. Много места они не займут и участникам форума помешать не должны. Виталий Поляков, Александр Карпов. Новости ТВК. Канатную дорогу на Николаевскую Сопку откроют в ближайшее время. Подъемник будет стоить 100 рублей в обе стороны и 50, если человек хочет только спуститься. Об этом сообщил первый заместитель министра спорта края Роман Сотников. Точной даты открытия пока нет, однако в пятницу, 16 апреля, специалисты протестируют объекты. Как пояснил Сотников, сейчас дорога работает, но для жителей она пока недоступна, необходимо проверить навигацию. Территория Сопки большая и люди должны понимать, как идти, чтобы не заблудиться. Также замминистра рассказал, что посетители смотровой смогут воспользоваться туалетами возле трасс. Хотя до этого руководитель агентства по туризму края Юлия Верхушина говорила, что туалеты людям там и не нужны. Концепция такая – пришел, посмотрел быстро на город, сфотографировался и ушел. Но такой подход раскритиковали и красноярцы, и известный блогер-урбанист Илья Варламов. Видимо, после этого чиновники все-таки решили концепцию подправить. Также, напомню, накануне Юлия Верхушин рассказала в своем инстаграм, что дорогу на смотровой уже начали приводить в порядок, как это возможно, учитывая погоду. Дорогу посыпают и выравнивают, асфальтировать подъем пока не получится. Это нужно делать только в сухую погоду. Число зарядных станций для электромобилей в Красноярске вырастет с 3 до 30. Новые электрозаправки появятся и в других городах края. Эксперты отмечают, в ближайшие 5-7 лет количество электрокаров может вырасти в 10-15 раз. Ведь за этим будущее. Во-первых, выгоднее люди экономят на бензине. Во-вторых, электротранспорт поможет сделать наш регион, и в частности Красноярск, более чистым и экологичным. Эту тему сегодня обсуждали на экономическом форуме. И руководство компании Россети заявило, что будет расширять сеть заправочных станций. Соглашение сегодня подписали Россети Сибирь, СФУ, СГК и Медведь Холдинг. Мы в ближайшие годы увеличим количество электрозаправок в городах и на трассах до 100 единиц. Это заложено в нашей инвестиционной программе. Уже определены источники финансирования. И мы в текущем году увеличим количество наших электрозаправок по Сибирскому федеральному округу до 25 штук. Ну и в ближайшие годы до 100 штук, как я уже сказал. В компании отмечают акцент делают на быстрых заправках сразу для двух-трех машин. На них зарядить аккумулятор электрокара можно за 20 минут. Участники соглашения также подчеркивают, наш город как нельзя лучше подходит для реализации такого проекта. Достаточные объемы электроэнергии и хорошая обеспеченность инженерными кадрами помогут реализовать задуманные. Ну а краевые депутаты сегодня на форуме обсуждали, как вывести региональную экономику из коронакризиса и каким будет бизнес после эпидемии. Тема, как в этом году, напомню, звучит «Экономика и пандемия. Российский взгляд». Как отметил спикер Краевого парламента Дмитрий Сверидов, экономика края стабилизируется успехами крупных промышленных предприятий. Они, по словам Сверидова, должны стать локомотивом и подтянуть за собой представителей малого и среднего бизнеса, которые наиболее пострадали от пандемии. Более того, часть тех решений, которые стабилизировали экономику и российскую, и региональную в сложенном 2020 году, должны перетечь в 2021. Речь идет о стимулировании инвестиций. То есть крупные бизнес-гиганты должны вкладывать прибыль в инвестиционные проекты, в том числе и на территории Красноярского края. Также спикер парламента уверен, что внедрение цифровых технологий в традиционный бизнес заметно улучшит экономический микроклимат на предприятиях. Наша страна с нашими ресурсами, с нашей ориентацией на внедрение цифровизации, что сегодня, безусловно, важно. Еще вчера мы не могли даже себе представить, что мы можем проводить операции, используя телемедицину, обучать, отбирать персонал, в том числе инвестировать, управлять финансами. На сегодняшний день это революционные изменения. Это уже даже не первый пробный шаг. Это уже развитие процесса, который пошел. И кто быстрее его будет внедрять, использовать для управления активами, тот достигнет успеха раньше. Новые троллейбусы застряли по пути в Красноярск, а биткоин вырос до 64 тысяч долларов. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Обещанные в марте новые троллейбусы придут в Красноярск только к лету. Об этом заявили в Департаменте транспорта. Всего в город должны поставить 24 машины, однако месяц назад прибыли только 6. Где остальные – неизвестно. Этим вопросом задались депутаты горсовета. В Департаменте транспорта поспешили пояснить, что поводов для беспокойства нет и поставки идут по плану. Остальные 10 машин по договору с заводом «Волок», где прибудут в Красноярск до 30 мая. Молодежь либо уезжает из страны, либо уходит во фриланс. В России сразу на 1 миллион снизилось количество занятого населения в возрасте от 15 до 29 лет за прошедший год. Падение стало рекордным за последние 12 лет. Такие данные приводят финансовые эксперты. В 2019 году сотрудников этой возрастной группы насчитывалось более 13 миллионов. В 2020-м только 12. Число занятых россиян от 25 до 29 лет тоже сократилось, но не так значительно – всего на 8%. А работающих граждан в возрасте от 20 до 24 лет – на 4,5%. Цена криптовалюты биткоин обновила исторический максимум. Согласно данным портала Финам, криптовалюта выросла на полпроцента и поднялась до отметки в 64 тысячи долларов. Это рекорд. До этого биткоин поднимался в цене лишь до 62,5 тысяч. Сейчас возможно коррекционное снижение стоимости, говорят эксперты. Однако они же предрекают биткоину рост до 400 тысяч долларов в 2021 году. Студенты СФУ будут совершенствовать свои профессиональные навыки совместно с бизнес-экспертами. У Красноярского аэропорта появится новый грузовой хаб. Это стало возможным благодаря соглашениям, которые сегодня подписали со СБЕРом на Красноярском экономическом форуме. Что еще планирует реализовать компания, расскажем в сюжете далее. Соглашение, которое будет подписано сейчас, направлено на внедрение инновационных проектов. Интегрировать возможности инновационного бизнеса с образовательными проектами одного из ключевых вузов региона – об этом на экономическом форуме сегодня договорились СФУ и СБЕР. Управляющий Красноярским отделением банка отмечает, с вузом они сотрудничают давно. На площадке СФУ уже создали уникальную образовательную платформу. Там студенты могут получить дополнительные навыки и улучшить свои компетенции, в том числе в сфере IT. Год назад презентовали технологию распознавания лиц на входе в один из корпусов. СБЕР и вуз активно обмениваются опытом. На базе СФУ успешно работает и собственная кафедра СБЕРа. Но останавливаться на этом партнеры не намерены. Мы предоставляем совершенно новые возможности для вуза, для студентов, для преподавателей. И у нас идет такой взаимообмен теми знаниями, которые можно получить. СБЕР делится и СБЕР делится своими разработками в части искусственного интеллекта, в части тех направлений, которыми занимается наша экосистема. А преподаватели вуза как раз дают нам те дополнительные знания, в том числе с точки зрения soft skills, которые необходимы нашим сотрудникам. Подтверждает эффективность такого сотрудничества и ректор СФУ Максим Румянцев. Самое ценное, что может сегодня сделать экосистема СБЕРа, это поделиться тем инновационным знанием, которым они владеют в отношении сквозных технологий. Управление большими данными, использование технологий искусственного интеллекта. Поделиться СБЕРу действительно есть чем. Ведь сегодня СБЕР – это не только банк, но целая экосистема, включающая более 60 компаний. Практически во всех треках форума есть темы, которые охватывает СБЕР – цифровизация, искусственный интеллект, инвестиции и так далее. Сам СБЕР – интеллектуальный партнер форума. И своим участием ежегодно поддерживает не только само мероприятие, но и различные бизнес-индустрии. Мы являемся традиционными партнерами Красноярского форума. Всегда мы поддерживаем, поскольку регион является крупным значимым с точки зрения развития экономики, задает тренды во многих направлениях. Мы, наши специалисты, наши эксперты участвуют во всех треках, ну практически во всех основных треках. Это треки по актуальным вопросам развития экономики до 35-го года. Это цифровизация, это кадровый потенциал. Один из ключевых смыслов, который СБЕР транслирует на площадке – помогать клиентам развиваться и расти вместе. Так, банк в рамках форума подписал еще одно соглашение с давним партнером – Красноярским аэропортом. Именно при поддержке СБЕРа производилось строительство нового здания аэропорта. А теперь в рамках нового соглашения СБЕР окажет поддержку в создании грузового транспортного хаба и развитии аэропорта в других регионах. Светлана Чернушевич, Виктория Столярова, Владимир Антонов. Новости ТВК. Это будет пример всем остальным садам. Так родители воспитанников из 183-го детского сада обратились в программу «Проверка». Они были уверены, в их дошкольном учреждении все точно соответствует санитарным нормам. Но Екатерина Кошычек выяснила – это не так. Смотрим новую версию реалити-проекта «Проверка». Я очень удивлена. Чей том-ям? Вряд ли детский все-таки. Я не могу здесь находиться. Здесь настолько пахнет табаком, что прям режет нос очень сильно. Сегодня в полночь эта курица превращается в тухляк. Это проверка. И это уникальная проверка. Вы знаете, что обычно мы приезжаем что-то проверять по жалобам, часто массовым. Но после очередной проверки очередного детского сада, который мы, конечно, по жалобам проверяли, нам пришло вот такое сообщение. И оно меня действительно удивило. Здесь девушка прямо просит – проверьте наш детский сад и поверьте в добро, по сути. Потому что этот детский сад, как утверждает зрительница и родительница, можно ставить в пример. Ну, конечно, такое обращение нам тоже очень захотелось проверить. Так, мы пришли, значит, честно проверять, а там уже побежала сотрудница вперед нас предупреждать. Вот это не честно. А что у вас тут все блестит чистотой так подозрительно? Мы работаем и хорошо. Ну, даже образцово-показательный садик не может уйти от стандартных любимых нарушений. Кружки на рабочем месте, телефоны на рабочем месте, аптечка вблизи тоже не рекомендуется. Ну, мы исправимся. Рядом с печеньями у нас паста том-ям. Вы настолько крутой садик, что вы детям готовите том-ям. А чей том-ям не знаете? Нам нужен где-то тут залетный тайец у вас бегает, том-ям и разбрасывает. Чей это? Уже убежал. Яйцо – это продукт особенно важный не только в плане сроков годности, но и в плане маркировок этикеток и ветеринарных сертификатов. Здесь вижу такой сертификат прямо рядышком с продукцией. 30-е, 0-3-е. Вообще прекрасные даты сертификатов. В соседнем холодильнике увидели рыбу. Она с сертификатом одинокая такая в большом холодильнике. Самое главное, чтобы у нее сроки годности отходили. Да, до лета можно эту рыбу есть спокойно. Вот это лучшее подтверждение тому, что здесь следят за сроками годности. Мало того, что фабричные все сохраняют и свои маркировки тоже ставят. Ментай, остаток, килограммы, дата и час, когда все это пришло в холодильник. Молодцы. Мне остается только одна моя любимая подлянка. Это проверка высоких поверхностей. Вы готовы? Да, вот это получится. Смотрим? Чисто! Высокие поверхности, чисто. Вы издеваетесь? Вы зачем так со мной? Я не готова к такому восторгу. У меня сердце может не выдержать. По идее, консервы же могут храниться при комнатной температуре. Что вы их так в холодильнике? По всяким случаем. Даже сухофрукты в холодильнике. Мне кажется, я у вас и крупу найду в холодильнике, и макароны. Вот она как будто ждет меня стоит, как будто просится уйти в возврат в утиль, но не дай бог не к детям. Чистый, светлый овощной цех. Даже инструкции здесь пишут не на обычных скучных белых листах, а на цветном, ярком и веселеньком. Сливочное масло тоже ровными рядами в заморозке. Ну и хлебный склад – это просто моя любовь этого дня. Мало того, что каждая булочка сегодняшняя, она свеженькая, это еще и не красноярский хлеб, не тот ужас, который мы вместе с вами видели там в цеху. Значит, есть возможность выбирать. Значит, другие дети в других садах не должны есть красноярский хлеб. Могут есть что-то нормальное, что-то свеженькое. Тут детский сад какой-то очень просторный. Чтобы вы понимали, вот это только холл. У меня такое ощущение, что у них просто слишком много игрушек. Даже идешь по коридору и раз – встречаешь небольшое игровое помещение с сухим бассейном. Но он тоже должен быть чистый. Сейчас моя перчатка это проверит. Крошки есть, конечно, но от этого нельзя застраховать сухой бассейн. Перчатка осталась чистая. Я вижу в этой группе очень много иностранных слов. Здесь детки дополнительно изучают английский язык. Заплачивают родители за это? Нет. Еще одна тихая спальня, еще одна чистая спальня. Причем посмотрите, какие там красивые картинки на стенах. Это вот не просто роспись этой краской, которая сыпется, а вот такая красота. Даже спортивным залом они умудряются сегодня меня удивить, но хорошо, что приятно. В спортивном зале, кроме стандартной шведской стенки, нестандартного баскетбольного кольца, но здорово, что оно тут есть, есть еще и мини-тренажерный зал. К сожалению, без небольших замечаний у нас сегодня не обошлось, но, к счастью, они не определяют общее впечатление. Конечно, достоинств у этого детского сада больше, чем мы видели, наверное, за всю историю программы «Проверка». А это дает мне право, ну, наконец-то сказать, хоть кто-то прошел проверку новостей ТВК. Давно такого не было. И мне радостно, что это детский сад, муниципальный, вполне себе обычный, в обычном районе. Радости сегодня много, но не забывайте, от нашей проверки никто не уйдет. Екатерина Кашульчик, Николай Чистяков. Новости ТВК. Рассказать о проблемах в детском саду, в который ходит ваш ребенок, или показать состояние дороги, парка в вашем районе, можно у нас в эфире. Для этого мы и создали рубрику «Говори на ТВК». Присылайте свои видео и комментарии о том, что вас беспокоит, удивляет или радует. Например, Красноярка сняла уточек, которые поселились в луже в жилом комплексе «Зеленый городок». В конце аллеи на 9 мая в районе «Зеленого городка» поселились утки. Живут они прямо вот в этой лужице. Хочется обратить внимание, насколько здесь грязно. Хочется попросить управляющих компаний, например, хоум-сервис, управляющих компанией «Зеленого городка», чтобы здесь прибрались. Поучаствовать в рубрике «Говори на ТВК» может каждый, и не обязательно, чтобы видео было о чем-то негативном. Может быть, вы хотите показать, как преобразился ваш двор, или рассказать, что вы хотели бы улучшить в вашем районе. Запишите видео и присылайте его в наши соцсети в интернете или по телефону 8 923 165 45 00 в любом удобном мессенджере WhatsApp, Viber или Telegram. И вскоре этот ролик появится на ТВК. И срочную новость. Мы наконец-то получили ответ из администрации президента. Это был запрос на имя Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, по поводу возможной встречи губернатора Красноярского края Александра Уса с президентом Владимиром Путиным. И мы пытались выяснить, была ли эта встреча и о чем шла речь, если эта встреча состоялась. И вот буквально эта новость последних минут. Мы получили ответ. Встреча, о которой вы упоминаете, ожидается. О конкретной дате мы своевременно вам сообщим. С уважением прислужба президента Российской Федерации. Вот такие новости пока. То есть интрига сохраняется. Ну а у красноярцев пока тоже есть более важные дела, поскольку в Красноярском парке флоры и фауны Роев Ручей родился пингвиненок у семьи очковых пингвинов. Птенец весом около 60 граммов появился у пары Чили и Кусачева 15 марта. Пингвиненка называют любопытным и смелым. Родители на перегонки торопятся его покормить. Аппетит у него хороший, однако у малыша все еще нет имени. Сотрудники зоопарка предлагают красноярцам придумать, как назвать нового питомца. Имена пингвинам дают по сложившейся традиции. Первая буква должна совпадать с первой буквой имени мамы, значит на букву Ч. В имени может быть и первая буква от имени папы, это буква К. Кроме того, желательно, чтобы имя подходило характеру птицы. Тому, кто предложит лучшее имя для малыша, вручат пригласительный билет в зоопарк и внесут в летопись. Добавлю, сейчас в Роевом ручье живет 13 очковых пингвинов. Этот пингвиненок уже шестой появившийся в парке. Увидеть малыша можно с улицы через стекло. Он сидит в гнезде слева от бассейна рядом с мамой. На этом наш выпуск завершен. Если вы что-то пропустили, то можете посмотреть нас на нашем YouTube-канале. И этот выпуск, и все сюжеты по отдельности. На этом все. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»